Здравствуйте, ребята! Сегодня мы продолжим с вами вычитать однозначные числа из двухзначного. Рассмотрим случай вычитания из числа 13. Также на уроке мы продолжим работу по запоминанию табличных случаев вычитания. Повторим состав числа и будем решать задачи изученных видов. Давайте посмотрим на числа и подумаем, сколько нужно вычесть из числа, чтобы осталось 10. Перед вами двузначные числа. Вспоминаем, двузначные числа состоят из разряда десятков и разряда единиц. Подумайте, сколько нужно вычесть единиц, чтобы осталось 10. Правильно. Прочитайте равенство разными способами. 12 минус 5 равняется 7. Из 12 отнять, а можно сказать и вычесть 5, получится 7. 12 уменьшить на 5, получится 7. Уменьшаемое 12, вычитаемое 5, разность равняется 7. Разность двух чисел 12 и 5 равна 7. Подумайте, а как же можно вычесть 5 из числа 12? Да, можно вычесть двумя способами. Первый способ – это вычитание по частям. 12 минус 2, получаем 10. И вспоминаем, что 5 – это 2 и 3. Из 10 вычитаем 3, получаем 7. Еще есть второй способ. На основе знаний состава числа 12. Итак, 12 – это сумма чисел 5 и 7. Значит, от 12 отнимаем 5, получаем 7. Посмотрите на равенство. Увеличьте вычитаемое на одну единицу. Прочтите равенство. Получилось 11 минус 3, 12 минус 4. А что будет с ответом? Как изменится разность? Ответ будет одинаковый. Если вычитаемое увеличить на 1, то разность уменьшится на 1. Увеличьте уменьшаемое на одну единицу. Прочтите выражение. 12 минус 3, 13 минус 4. Как вы думаете, какой будет ответ? Если уменьшаемое увеличить на 1, то разность также увеличится на 1. Посмотрите, какой пример мы еще с вами не решали. 13 минус 4. Составьте из этого примера равенство на сложение и равенство на вычитание. Зная, что сумма чисел 9 и 4 равна 13, можно составить два примера на вычитание. 13 минус 9 равно 4. 13 минус 4 равно 9. Итак, ребята, сегодня на уроке мы с вами научимся вычитать однозначные числа из числа 13. Как от 13 вычесть 4? Отнимаем от 13 3 и получаем десяток. Вспоминаем. 4 это 3 и 1. 3 мы уже отняли, значит остается отнять еще 1. От 13 отнять 4 можно по частям. И получим 9. Рассмотрим вычитание однозначных чисел из числа 13. Чтобы от 13 отнять 5, мы 5 раскладываем на 2 удобных числа, на 3 и 2. Чтобы отнять 6, 3 и 3. Чтобы от 13 отнять 7, мы число 7 раскладываем на 2 удобных числа, на 3 и 4. Число 8 разложим на 3 и 5. А чтобы отнять 9, нам нужно 3 и 6. Ребята, посмотрите внимательно. Первое удобное число равно 3. Почему? Потому что от 13 отнять 3, получаем десяток, а затем отнимаем оставшееся число. Рассмотрим еще один способ на основе знания состава числа 13. Итак, 13 это 9 и 4. 13 5 и 8. 13 это 7 и 6. Рассмотрим один случай. Сумма чисел 5 и 8 равна 13. Значит, если от 13 отнимаем 5, получаем 8. От 13 отнимаем 8, получаем 5. Если вычесть из суммы одно из слагаемых, то получим другое слагаемое. Остальные примеры рассмотрите самостоятельно. Перед вами таблица вычитания однозначных чисел от числа 13. Посмотрите, как изменяется вычитаемое. Вычитаемое увеличивается на 1. Что происходит с разностью? Разность уменьшается на 1. Запомните хорошо эту таблицу. Для проверки знаний, ребята, давайте выполним самостоятельную работу. Проверим свои ответы. При решении этих примеров вы могли пользоваться любым из изученных способов. Давайте еще раз проверим. А как же вы рассуждали при вычитании? Чтобы от 13 отнять 6, 6 нужно разложить на части, на 3 и 3. От 13 отнимаем 3, получаем 10. От 10 отнимаем 3, получаем 7. И второй способ. 13 мы знаем, это 6 и 7. Значит, если от 13 отнимаем 6, получаем 7. На странице 84 под номером 2 есть задачи. По кратким записям нужно составить условия задачи и решить их. О ком будет говориться в первой задаче? О девочках. Как звали девочек? Валя и Лида. Я вам предлагаю составить задачи про шары. У Вали было 10 шаров. У Лиды на 2 шара меньше. Какой же мы зададим вопрос? Сколько всего шаров было у девочек? Посмотрим на вторую задачу. А во второй задаче составим про конфеты. У девочек было 8 конфет. Съели 5 конфет. Сколько конфет осталось? Ребята, сможете вы по условиям задачи определить, где задача простая, а где составная? Да, вторая задача простая. Почему? Потому что мы сразу можем узнать, сколько осталось. Нам известно, сколько было конфет. Известно, сколько съели. Из предложенных решений задачи давайте выберем, какое решение верное. Да, верное второе решение. Почему? Потому что мы должны решить задачу вычитанием. Так как у нас спрашивалось, сколько конфет осталось. Давайте вернемся к составной задаче и решим ее. Можем ли мы сразу узнать, сколько шаров у девочек? Нет, не можем. Почему? Нам не известно, сколько шаров у Лиды. А что нам сказано про Лиду? Что у ней на 2 шара меньше. Из предложенных решений задачи выберите, какое решение верное. Да, ребята, верное решение первое. Почему? Потому что в первом действии мы находили, сколько шаров у Лиды. Каким действием мы находили? Вычитанием. Почему? Потому что сказано на 2 меньше. Вторым действием мы находили, сколько шаров сего у Вали и у Лиды вместе. Эту задачу мы решали двумя действиями. Эта задача составная. Итак, ребята, сегодня на уроке с какими вычислительными приемами мы познакомились. Мы научились с вами вычитать однозначные числа из числа 13 с переходом через десяток. Давайте вспомним. Ребята, как можем найти значение выражения 13 минус 7? Мы можем применить способ вычитания по частям. От 13 отнимаем 7. 7 раскладываем на 2 удобных числа. На 3 и 4. 13 минус 3 получаем 10. И от 10 отнимаем 4, получаем 6. А можем, ребята, применить знания состава числа. Вспоминаем 13. Это 7 и 6. Значит, от 13 отнимаем 7. Остается 6. Дома повторите состав числа 13, вычислите примеры, запомните их и для формирования вычислительных навыков выполните задание первое. На этом наш урок закончен. Спасибо за внимание. Здравствуйте, дорогие первоклассники. На прошлом уроке литературного чтения мы знакомились с произведениями замечательных писателей. Давайте вспомним, с какими именно. Ирина Токмакова написала стихотворение. Правильно, мы играли в хохотушки. Нина Артюхова написала рассказ «Саша Дразнилка». Яков Тайц написал рассказ «Волк». Молодцы! Вот мы и вспомнили. А сейчас послушайте отрывок из произведения «Вспомните название стихотворения». Давайте же мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться в ушате, в корыте, в лохане, в реке, в ручейке, в океане, и в ванне, и в бане, всегда и везде, вечная слава в воде. Ребята, вы вспомнили, как называется это произведение? Правильно, мой Дадыр. А кто автор стихотворения «Мой Дадыр»? Корней Иванович Чуковский. Сегодня на уроке мы познакомимся с двумя стихотворениями. Корней Ивановича Чуковского «Федотка» и Овсея Дриза «Привет». Корней Иванович Чуковский еще при жизни получил в народе почетное звание «Дедушка Чуковский». Его стихи и сказки полюбили малыши и дети постарше. Однажды маленький сын Чуковского серьезно заболел. Поэт начал сочинять и рассказывать ему сказку «Крокодил». С первого раза сын запомнил почти весь прочитанный ему текст наизусть. Поистине сказочная поэма обладала какими-то магическими свойствами, помогавшими такому мгновенному усвоению и выздоровлению. Эту сказку напечатали, и она очень полюбилась всем другим детям. Вот такими чудесами обладают произведения Корней Ивановича Чуковского. Откройте учебник на странице 12. Прочитайте название стихотворения. «Федотка». Ребята, как вы думаете, о ком пойдет речь в этом стихотворении? Правильно, о мальчике, которого еще и называют «сиротка». Давайте выясним, а кто же такой «сиротка»? «Сиротка» – это ребенок или подросток, у которого умер один из родителей, либо оба родителя. Вот так вот печально, да? Ну, давайте посмотрим, настолько ли это такое печальное стихотворение. Послушайте внимательно, я прочту. «Федотка». Ребята, а является ли Федотка на самом деле сиротой? Конечно, нет. Большая ли семья у Федотки? Конечно. Найдем подтверждение в тексте, что у него большая семья. У него есть только мама, дядя, да тетка, только папа, да дедушка с бабушкой. А можно ли сказать, что автор посмеивается над своим героем? Ну, немножечко подсмеивается, да, ребята? Значит, мы можем сказать, что это юмористическое произведение. В юмористическом произведении в смешном добродушном виде изображаются недостатки, слабости героя. То есть автор не пытается обидеть своего героя, а совершенно по-доброму изображают смешные, но реальные ситуации, в которые может попасть каждый из нас. Следующее произведение, с которым мы познакомимся, это стихотворение Дриза Овсея Овсеевича, которое называется «Привет». Овсея Дриза родился 16 марта 1908 году в местечке Красное Подольской губернии. Учился в Киевском художественном училище. С 1934 по 1947 год служил в пограничных войсках. Его стихи высоко оценили как простые читатели, так и известные мастера русского стихосложения. Стихи и сказки Овсея Дриза были включены в сборник сказок мира. На его тексты композиторы охотно писали музыку, по его пьесам снимали мультфильмы. Сегодня мы познакомимся со стихотворением, которое называется «Привет». Послушайте, пожалуйста, я прочту. «Прислала мне тетя печенье, конфет, варежки, шарф и горячий привет. Вот варежки, шарф и конфеты с печеньем. Где же привет? Я смотрю с нетерпением. И с чем же он? С грибами? С капустой? С вареньем? Наверное, мама привет этот прячет, чтобы остыл. Видно, очень горячий. Ребята, а почему мальчик удивился? Правильно, потому что он ожидал, что привет – это какой-то предмет. А что же на самом деле получил мальчик в подарок? Прочтем. Печенье, конфет, варежки, шарф и горячий привет. В чем разница между горячим приветом и горячим пирогом? Горячий привет нельзя увидеть, потрогать, съесть. Слово «горячий» использовано в переносном значении. Это значит хороший, вежливый, доброжелательный привет с любовью. Горячий пирог – это еда, которая действительно горячая. Такой пирог можно съесть, потрогать. Это тот пирог, который недавно испечен и еще не остыл. Подберем слова, близкие по смыслу к выражению «горячий привет». Большое приветствие, сердечный привет, пламенное приветствие. Ребята, рассмотрите на иллюстрацию и скажите, не заглядывая в текст, каких же подарков не хватает у мальчика на картинке. Правильно, не хватает варежек и шарфа. Итак, подведем итоги нашего урока. С какими произведениями мы познакомились на уроке литературного чтения? Правильно, сегодня мы познакомились с произведением Корнея Чуковского «Федотка» и стихотворением «Овсея Дриза» «Привет». Ребята, а что объединяет стихотворение «Федотка» и «Привет»? Правильно, вы заметили, что и в одном, и в другом стихотворении говорится о мальчике. И оба эти произведения юмористические. Что изображается в юмористических произведениях? В юмористических произведениях изображаются недостатки и слабости героя. Ребята, прочитайте данные стихотворения и к понравившемуся произведению нарисуйте рисунок. Спасибо за внимание. Урок окончен. Круглый, гладкий, как арбуз. Цвет любой, на разный вкус. Коль отпустишь с поводка, улетит за облака. Верно, это шар. У него серьезный вид. Он усат и деловит. Вместе с солнышком встает, из цветка росинки пьет. Дом и деток защищает. А когда, куда летает, издает жужжащий звук. Луговой, крылатый, верно, жук. Звонкий, громкий и прыгучий. Улетает аж за тучи. И на радость детворе звонко скачет во дворе. Это мяч. Проверяем. Произнесем слова от гадки. Шар, жук, мяч. Прислушайтесь к звучанию согласных звуков в этих словах. Что интересного вы заметили? Одни звуки произносятся шумом, а другие шумом и голосом. Какие согласные звуки в этих словах произносятся шумом? Это звуки ш, к, ч. Такие звуки называют глухими. А при произнесении каких согласных звуков слышится голос и шум? Это звуки р, ж, ме. Такие звуки называются звонкими. Вы догадались, что темой нашего урока будет глухие и звонкие согласные звуки. Сегодня на уроке мы узнаем, какие звуки называются глухими, а какие звонкими. Будем учиться распознавать глухие и звонкие согласные звуки. Прочитаем рубрику. Обратите внимание. При произнесении глухих согласных звуков слышится только шум. Звонкие согласные звуки произносятся с участием голоса. Они более звучные, чем глухие. Подсказка. Как определить, какой согласный звук является звонкий, а какой глухим? Приложите пальцы правой руки к гортани, где расположены голосовые связки. Произнесите протяжно звуки. Б, В, Г, Д, Ж, З. Голосовые связки дрожат. Слышен голос и шум. Значит, это звонкие согласные звуки. Произнесите протяжно звуки. П, Ф, К, Т, Ш, С. Голосовые связки не дрожат. Слышен шум. Это глухие согласные звуки. Выполним следующее задание. Определите, в каком слове все согласные звуки глухие. Верно, в слове «шапка» звуки Ш, П, К являются глухими. Выполним задание. Выберите слова названия животных с глухим согласным звуком в начале слова. Проверяем. В слове «сова» буква «С» обозначает глухой согласный звук «С». В слове «кабан» буква «К» обозначает глухой согласный звук «К». В слове «слон» буква «С» обозначает глухой согласный звук «С». В слове «попугай» буква «П» обозначает согласный звук «П». В слове «тигр» буква «Т» обозначает глухой согласный звук «Т». Выберите слова названия животных со звонким согласным звуком в начале слова. Проверяем. Некоторые звонкие и глухие согласные звуки образуют пары, поэтому их называют парными по глухости и звонкости. Произнесем парные согласные звуки. Б, П, В, Ф, Г, К, Д, Т, З, С, Ж, Ш. И мягкие парные согласные звуки. Обратите внимание, остальные согласные звуки называют непарными по глухости и звонкости. Непарные звонкие согласные звуки – это звуки Л, Л, М, М, Н, Н, Р, Р, Е. Непарные глухие согласные звуки – Х, Х, С, Ч, Щ. Выполним следующее задание. Превратите одно слово в другое, заменив только один звук. Подсказка. Вспомните пару согласных звуков по глухости и звонкости. Проверяем. Бочка – почка. Удочка – уточка. Кора – гора. День – тень. Существуют загадки, смысл которых заключен в знании согласных звуков. Они называются шарады. Попробуем их отгадать. Первая шарада. С глухим согласным наливаюсь в поле, со звонким сам звеню я на раздолье. Проверяем. Колос – голос. Вторая шарада. С глухим траву она срезает, со звонким листья объедает. Проверяем. Коса – коза. И последняя шарада. С глухим шибящим кругом, как мячик, со звонким, как огонь горячий. Проверяем. Шар. Жар. Итак, сегодня на уроке, ребята, мы узнали, какие звуки называют глухими, а какие – звонкими. Научились различать глухие и звонкие согласные звуки. Рекомендую выполнить самостоятельно упражнение 4 на страничке 93. Спасибо за внимание. Урок окончен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова